Довести все-таки стрим до конца, у нас произошел сбой, сбой, да? Стрим упал, парни написал, Алдро, это слово Поко поставил. Хорош! Да, у нас свет рубанули, как, наверное, вам передал, передал Ильдар или кто-то еще, надеюсь, передали. Комментов просто много, мы только, наверное, с вами треть из комментариев прочитали, если не больше, ой, не меньше. СМС понятно. Это сделали, это сделали. Часто один-два раза в неделю приходится по новой логиниться, почему? Я же поставил белый квадратик на запоминалке, не понимаю. Предложение. Добавьте на форум в комментариях к анонсам новостям смайла из чата. Хорошее предложение, кстати. Тем более, что ничего не мешает там их использовать. Вот. Нам нужно только, чтобы они в одном месте находились. И да, можно. Так, дочитаем мой коммент, доктор Нобо. Когда XCOM? Никогда. Всем бобра. А, будет ли ближайшее время сингл прохождения игр? Будут. Проклятые земли. Следующим стримом. Так, фичи для доната. Список из самых 10 активных донатеров под плеером на этом конкретном стриме. Ага, стриме. То есть, под плеером будут... Ага. То есть, где-то отображать, короче, список этих самых донатеров. Но это не должно быть... Как бы это сказать. Это можно сделать позже. То есть, это не базовый функционал нам бы. И это не главное, что мотивирует человека сделать первый донат. Надо учитывать все те донаты, которые он делал. И желательно историю там сделать какую-то, чтобы у него отображалось где-то это все в одном месте. На странице конкретного канала тоже был бы какой-то топ по суммарному количеству задонативших средств. На Windows Phone вроде никто не писал, а еще будут. Виктор, красава, найс, логотип. Может, еще в комментах смайлики добавить. Да, вот, кстати, давайте пока не забыли. Все-таки сделаем отображение смайликов. Йопарсетэ. Сейчас. Это на сайт. А у нас смайлики в комментах же тоже, да? Насколько я помню. Да, их явно нужно обновлять. Так, но это позже получается. Не готово. Когда будут готовы и выкачаны смайлы в чат, сделать их доступными и в комментариях, и в комментариях, и на форуме. Ну, это, по сути, одно и то же просто. Так, я Павлу Рюминову эту задачу дам. Он-то точно про смайла не забудет. В списке игр на трансляциях не хватает кнопки «Другие игры». Да, есть такое. Хотя я могу это сам в игры добавить. Сейчас попробуем. Лучше Филу попрошу это сделать. Так. Так быстрее. Сделать во вкладке «Видео» лучше и за всё время. Эта вкладка была в прошлый раз. Она нам не очень нравилась просто потому, что эта вкладка на один раз. То есть ты её один раз завязал и всё. Эти видео, как правило, не меняются годами. Сделал вкладку «Про каналы ИНОН ПРО» в трансляциях. Дабы дать раскрутиться менее известным игрокам. А кто туда заглядывать будет? Дать возможность раскрутиться – это показать на главной странице. Как-то принудительно. Было пара идей. По этому поводу, ну, когда предлагалось ознакомливаться в автоматическом режиме с любым из каналов, что 5 секунд слушает одного, 5 секунд другого, 5 секунд третьего. Вот. Но это пока отложили. График мониторинга зрителей для стримеров – это делается. Ну, эта статистика собирается. Там довольно точно будет показывать количество зрителей и в разной графике по показам рекламы, по пиковому значению и так далее. Это делает Евгений. Добавить в графу настройки RedWitch столбик «Как начать стримить». Что? Добавить в графу настройки RedWitch столбик «Как начать стримить». Тоже мимо. Я понимаю, о чем речь приблизительно. Точнее, какая проблема есть, что многие не знают, что где брать стримки для RedWitch, как его добавлять. Это решается у нас через кнопочку. Там есть внешний вид, надо его доделать и так далее. Возможность забанить стрим количеством голосов или что-то подобное, или срочно позвать модератора. Ага, материться, оскорбляет. Ну, есть колокольчик, можно пожаловаться, его очень быстро, достаточно быстро его прикрывает. Возможность сохранить воды. Делать воды. Воды. Воды с одной буквой «В» на будущее видео. On Demands. Воды. Показ автозапись есть только для премиум-стримеров, но да. Это хорошая идея. Единственное, что мы, если будем хранить, то хранить недолго, но хотим сделать, в общем, нарезку, чтобы можно было делать, 5-10 минутную из записанной трансляции, потому что такие темы очень хорошо помогают как раз продвигать свой канал. Ну, те самые хайлайты, которые на Отвече, надо как-то по-другому сделать и более удобный способ редактирования. Как насчет сделать что-то вроде акции бесплатный премиум на один день всем? Отлично. Я сомневаюсь, нужен ли мне стрим на месяц, или мне устроить такое качество, скорость больше, чем сравнивать. Была уже идея такая. Наверняка будут какие-то вопросы в плане... Ну, самое простое, что можно сделать, тестовых ключей надо делать, раздать стримерам и... Вот, но это уже можно сейчас сделать. Если говорить о какой-то автоматизированной системе, надо подумать, конечно, это хорошая идея. И мы можем это сделать. Раньше не могли, потому что всего один гигабитный канал, но потом второй гигабитный был на премиуме. Сейчас мы, в принципе, ненадолго можем даже большой стресс-тест устроить. Так, ну это речь идет о том, что в плеере при клике на прем, там, где добавить какую-нибудь кнопочку типа «Попробовать», тебе выдается временный код, который действует там буквально минут 10 или 5. Причем запоминается, что ты уже использовал такую фичу. Ильдар, если ты слушаешь, я думаю, что это вполне реализуемо. Можем ли мы... Ммм, нет. Мы все можем, надо по-другому формулировать. Так, и кнопка нужна от дизайнера. Но для начала нам нужно выдавать заранее заготовленные ключи ограниченным сроком с какой-то фиксацией на пользователя, что он этот ключ использовал. У нас, в принципе, много вон где фиксируется, и пользователь задолбается чистить кэш для того, чтобы... И по 5 минут неприкольно, конечно, смотреть. Даже на игру не хватит. Ладно, хорошо. Так, Витя, все-таки это, наверное, для тебя. Нужно в плеер добавить в плеер ориентировочно в окно с подпиской на прем кнопку или ссылку на получение тестового ключа, тестовый просмотр или пробный просмотр. После нажатия на кнопку пользователю выдается тут же ключ, который он может использовать. Он сильно ограничен по времени, но его достаточно, чтобы определить, как будет работать премиум. Сюда наблюдателем Эльдара поставлю для того, чтобы он, если что, идею забраковал сразу же из серии, а мы не можем так сделать. Миша онлайн давно... Витя, привет! Не, недавно свет рубанули. Кстати, так прикольно... Где? Где? Ребятушки, я бы вам показал... Сейчас покажу. Не, не покажу. Зачем плеер лишним накромождать? Речь идет о... Ну, смотрите, мы довольно сильно привязаны к плееру, потому что он на огромном количестве сайтов уже фигурирует и не привязан к НГГ. Вот. В личный кабинет это сразу ты отсекаешь разные доли пользователей. Тот, кто знает о GoodGamer 1, тот, кто зарегистрирован на GoodGamer 2, тот, кто залогинен на Н3, и тот, кто зашел в личный кабинет. Офигеть! Удобство использования называется. Это не подходит. Если речь идет... Если тебе все равно, как бы, ты можешь где-нибудь фичу сделать на странице редактирования чего-то там и про нее забыть. Также, в общем-то, можно было сделать страницу... Точнее, способ покупки какой-то замысловатый. Но если тебе нужна конверсия, если тебе важно, чтобы пользователь это юзал, то ты должен показать это на более видном месте. И те ограничения, которые могут встать у него на пути, связанные с необходимостью регистрации, перехода куда-либо, простоты использования, они все должны быть устранены с твоей стороны. Иначе ты потеряешь. Ты проделаешь работу, которая будет нерациональна. Бензус говорит, предлагаю прекратить стримить доты. Это действительно изменение к лучшему. Ну, смотри, логика простая. Я в нее все равно периодически буду поигрывать. Я могу ее не стримить, но это будет нечестно по отношению к тем людям, которые все-таки ее смотрят. Поэтому предлагаю тебе более толерантно относиться к вкусам других людей. Есть тема на форуме хорошая. Ты должен... Ты должен... Ты должен быть более терпимым. Так, приятно уже сделали. Какой браузер сделаем? Тут поотвечал программист. Но ума лога не хватает объема градиента. Это все. Градиент сразу. Это не флайт, это не туда. Это Витя ответит. Возможно ли оплата премиум через бантовскую карточку минуя платежу? Не хочется доверять непонятному сайт. Нифига себе, там одна из крупнейших платежных систем. Но да, нужно посмотреть. Я записал. Не думали вести блог на Хабре? Я на Хабре каждый день частый гость. Думал даже написать историю, потому что айтишникам особенно было бы интересно узнать, как нишевый сайт с посещаемостью у 2000 человек докатился до такого. Но все времени нет. Добавить бы где-то, тем более там технической у нас информации очень много. Там по по кодировщикам, по балансировке, по рекламе, по каналам. Клево. Ну, мне бы как гику это было бы интересно почитать. Мне книги неинтересно. Книги это долго. Добавить бы рядом со стримом ссылку на потоковое видео для планшета. А, вот так вот. Так у нас же идет автодетект, если ты с планшета стримишь. То есть, если ты заходишь с... приложение должно решить эти проблемы. Нагромождать лишними ссылками непонятными для большинства не хочется. Сделать колонку остальные игры сделаем. Там уже начинает спорить. Хорошо. Опачки. Когда пытаешься залогиниться на главный. Нифига себе. Я думал, что нет уже этой проблемы. Сейчас делаем. При стриме игры должна быть ссылка на раздел с этой игрой. Нет у нас такого раздела пока что. При просмотре на фулс... А, имеется в виду, что на страницу трансляции по этой игре... У нас на странице канала нет нигде отметки о том, что по какой игре это... Ну, кроме... Кроме верхнего указания, но там не ссылка. Фишка интересная. Довольно юзабельная. Ладно, если против не будут. Так. Это у нас получается на страницу трансляции канала пользователям. на странице канала трансляции пользователя сделать имя игры кликабельным. При этом при клике будет происходить переход на страницу... А, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. У нас теперь, кажется, для каждой игры есть отдельная страница с трансляциями. Ну, типа, Хапа стримит Хардстоун, да? Ты тыкаешь, чтобы посмотреть, кто кроме него это делает, и видишь еще там 8 трансляций. Отлично. Едем дальше. При просмотре на фулл-скрине, когда альта, боишься, видео сворачивается, раньше фулл-скрин, мы сделали это, насколько я помню, специально, но не помню, почему. Я, правда, не знаю, как можно оставить видео в фулл-скрине при альтабе, и точно было ли такое. Вопрос 55 принципиально проигнорировал? А, нет, я его не заметил просто. Здесь с вводом GPU-акселерации нельзя ли добавить пункт плеера а-ля ютубовский, скайповский о технических характеристках видео, то есть, что при включении этого пункта продолжался битрейд потока сервера текущая обработка софт или GPU, чтобы по этим данным легко можно было определить прилагок, в чем конкретно проблема. Можно дополнить консоль, выводить как раз вот эти вот мета-данные, там выводится уже часть, ну, типа сервер, например, софт или GPU, можно говорить о мета-данных потока, было бы прикольно, полезно, действительно. Сейчас тогда это добавлю в плеер улучшение. В консоли отображать мета-данные видео и аудио потоков, которые смотрит сейчас пользователь. Ну, типа, битрейд такой-то, фпс только-то, аудио такое-то и вперед. То есть, для большинства, хотя, с другой стороны, кто не врубит консоль, кто-то об этом не узнает, но даже вот эта вот служебная информация, она нам часто может быть полезна. Сейчас я могу получить эту информацию напрямую. Ну да, это понятно, что можно посмотреть с потока самого. При просмотре на фуллскрине, когда льта, будешь видео сворачивать. Раньше фуллскрин отставался. Ну, давайте попробуем эту задачу поставить, улучшение. если нет возражений и минусов, я бы эту задачу реализовал. Хоть раздрался на улице, да, но в глубоком детстве, там, в лагере было дело. Ну, мало. Очень мало. У меня характер другой. Вот. Но у меня эмоции положительные, потому что тогда все было хорошо. так. Эльдар. Да. Была целая эпопея, может, когда-нибудь расскажу. Ой, подписки онлайн нет, не хочется мне вот так. стреля... подавляющее большинство игр там около 20000 игр скорее всего вы пишете неправильно я уже точил да говорит фибоначчи баги firefox если выбрать смайлик в чате навсегда постарается бэкспейсом да это известная тема но надо продублировать чатик новая задача по умолчанию сексном поле стоящих стоит куча пробелов заголовок письма которое приходит от трансляции должно содержать имя стримера она содержит ими стримера последняя что-то там три ссылки 1 2 3 ну ладно невозможно ответить на комментарии так как ответ улетает становится последним комментарием это к вопросу о структуре комментов мы к ней вернемся да 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 ответ должен прилипать комментарий на который отвечаешь должен иметь дробный номер а вот оно решение с номерации с десятыми числами видите шикарно же сделано смотри вот оно решение как хотя это и так было понятно что с кончком ох ты пека просто скрылась если на фибоначчи навести то у него пека как бы выглядывает из-за никнейма в чатике посмотрите обратите внимание это подкрадывающиеся пека видно так ok невозможно ответить на комментарии так как улетается нас последним комментариям 7 до прилипать но это древовидная как раз система с комментами которая должна там разворачиваться сворачиваться это нужно рисовать это большая при большая возможно мы даже уже что-то начали в свое время писать если не готовые задачи а вот идея по обновлению внешнего вида комментариев есть автоматом помечать редактирование расположить продумать визуальную систему ответов как раз об этом речь нумерацию можно нумерацию в рамках одной ветки можно переводить в десятые например 25 1 25 2 и т.д. обновить иконки на модный верстальщик уже сделал поехали дальше в гугл хроме всякие это знаем очень хотелось сделать возможность для начинающих стример показать свой стрим широкой публике сейчас получается что из-за большого количества трансляции 20 плюс зрителей стримы с малым числом зрителей лишаются какого-либо шанса приобрести большое количество зрителей это очень плохо может сделать некую рубрику или колонку лень каждый пробивается мы выживали как могли вообще сейчас я не знаю эта тема очень сейчас значительно проще набрать аудиторию чем раньше учитывая то что на гудгейме только на гудгейме есть уже аудитория который хоть и смотрит главным образом других но если попадет на трансляцию то вполне может стать твоим зрителям вот кроме того есть много разных сайтов формов тематических зависимости от того что ты будешь стримить чем говорить подумай где могут быть твои потенциальные зрители подумай как ты их можешь попривлекать если стрим интересный на примере хапыча он же фактически за полтора месяца стал 1000 плюс регулярным стримером просто просто часть трафика у него с твича часть трафика с гудгейма и вперед реклама подписчики донат собачка крекеры и все жизнь удалась все в ваших руках дополнительно промоутить я не очень хочу это такое дело как всегда будут недовольны почем нынче плазма у меня нет плазмы с грустью сказал я все в ваших руках вы можете абсолютно спокойно набрать и 10 человек и 100 человек и 1000 человек главное стараться думать стараться думать делать все вперед пускай программисты на сайте делают старик нам понятно списке трансляции фильтр популярный сделать слайдером думали об этом когда игр популярных станет больше возможно вернемся к этому вытеснили фильтр под доте вовы и прочим играм хорошая тема столкнуться следующей проблемой вообще рекомендую подписаться просто на хавка калипсо еще пару-тройку стримеров которые регулярно стриме товарик и будет счастье и только не расстраиваться когда придет уведомление о том что хак стримит low столкнулся следующей проблемы однажды при попытке залогиниться на сайте вылезла сообщение ваш аккаунт заблокирован администратором бывает я уже описал в этом техподдержку нам сказали что такой аккаунт на сайте не зарегистрировал не зарегистрирован да тоже бывает я помню так спустя некоторое время вернулся самой собой мне к дима кажется отписался что по смурфом банили декадента но твой аккаунт я не смог найти в поиске и дима тоже не смог и это загадка конечно сейчас не есть хорошо или он с точкой был так или иначе хорошо что все разрешилось это радует может сделать вкладку радио гид game на сайте нет я расскажите пожалуйста можно ли транслировать не только игры другой контент спорт футбол видео можно но недолго если контент не не охраняется авторскими правами то вы можете это делать можете можете насколько мне известно это не противоречит но если вы начинаете как французы тут как тут которые до транслировать с канал плюс футбол и нам посыпется с этого французского телеканала страйки из серии вы пираты вы пираты я конечно знаю что я пират я бобер и пираты смайлики соответствующий но не хочется рисковать вот поэтому поэтому тот контент который защищен авторскими правами стримить запрещено поводу анонсов может удобно установить будет установить фильтры мало кто будет пользоваться фильтрами по стримеру по игре по времени ведь будущем будет все больше контента да это согласен нам в любом случае нужно будет как там либо подписками эту проблему решать дальше либо как-то фильтровать поставил касперский пропали баннеры и реклама от блок от блок просто отдыхает собственно вы договариваетесь вы уже договоритесь со своим спонсором да это не стоит того да в касперском есть хорошее приложение антибанер которая кажется называется но это не страшно просто через некоторое время сайт перестанет загружаться видео трансляции не будут стартовать если блочится рекламы и все и все станет хорошо если смысл скидывать мы этим из форума иванка ну и и потихонечку насколько понимаю фил разбирает и что-то там обновляется но о там есть небольшой фидбэк по турнирам матчем а вот это хотелось бы вот четко по турнирам и матчем скопи пастить было бы круто списке трансляции фильтр популярные игры расширить сделать какой-то аналог где будет причислены все игры которые сейчас стримятся не сильно популярно эти какую-то трансляцию часть пик на 10 страницах не очень просто ох как же тяжело то как же это тяжело до трансляции будет становиться все больше да они будут идти по разным играм да в данный момент идет где-то 220 с небольшими копейками трансляций 1 2 3 4 5 6 7 войне 200 32 трансляции в данный момент онлайн и реально хрена с 2 ты найдешь нужную интересную надо понять что нужно первое это игра все-таки да если тыкнуть на игру все укладывается в одну страницу так попроще но фильтры какие же еще фильтры то ставить я не знаю не лучше ли поддержку тега добавлять так в том-то и дело ладно добавили поддержку по тегам дальше что во-первых возникает проблема что стример теги сам не пишет это раз то есть возникает потребности в таком более гибком морфологическом поиске он как бы уже есть наверху прикручено пустить поле вниз толку особо нет даже если пользователь ищет что он ищет он ищет имя стримера как правило имя игры это две самые популярные в плане запросов сущности хомяк проснулся ой блин а будет страница со всеми популярными играми это точно ее даже как-то как-то думали даже фил вроде задачи делал и витя что-то по этому поводу говорил ладно давайте сделаем тогда улучшение создать страницу со всеми играми по которым в данный момент идут трансляции по сути этом сейчас по сути это страница ну короче говоря составы состоящая из вот такого вида блоков только отображаются все до все что есть соответственно заливаем там оформление и будет более полной картины по играм страница вида блока блока вот этого только во втором и далее ряду идут менее по пути популярные игры как у нас можно ее назвать чайнул сон под категорией чайнул сда это не столь важно самостоятельно решат я думаю так ссылочку на нее мы дадим с все игры после популярные игры что-то у нас сегодня очень революционный такой стрим потому что потому что много мы всего тут да кажется на твиче есть такая тема но мы осознанно не делали эту страницу потому что когда делали страницу вот эту вот было не так много популярных игр а сейчас уже на второй ряд это точно наберется короче как на твиче да короче как на твиче у нас инвестициях 20 лямов долларов к сожалению нет поэтому некоторые идеи но у нас есть ноу-хау ребятушки у нас есть такие темы что и вот например какой плеер чисто визуально вам нравится больше давайте проведем голосование только голосуйте честно какой какой плеер вам больше нравится твичовский или гэгэшный речь идет не о там качестве картинки внутри или там именно интерфейс внешний вид и мне все равно проголосуйте пожалуйста ссылку на эту страницу надо добавить сразу после заголовка все игры ссылку все игры по-русски пиши ссылка все игры на эту страницу надо добавить уравнивание кривую давить ты видел кто так вот кто кто на продакшн такой пустил пиксель пиксель ай-яй-яй-яй отлично какой плеер вам нравится больше 9 процентов твичовский 79 гг мне все равно 12 спасибо вам спасибо за то что вам нравится ггшный плеер с его блюром с его плавным переходом с его большими элементами кнопочками классными всплывающими штучками которые тут туда-сюда поделиться в контакте есть например тихо-тихо всплыла штучка у меня убрали подлизы нет оп ладно давайте дальше а то что-то у меня слишком слишком много всего хотя мы больше половины уже раздракунили из задач которые вы хорошо бы сделать текстовое описание разбора боев по варкрафту что пара таких на сайтах типа игромани видел будет интересно почитать блин ты вообще не в тренде не не кинет время обзоров было во времена этих обзоров в журналах информацию гораздо проще большинству поглощать именно визуально не в текстовом виде обзоры были менее популярны чем реплеи реплеи были менее популярны чем воды с комментариями воды с комментариями менее популярны чем трансляции с комментами странно так Так, ну я удивлен, что есть еще такие люди, которые помнят обзоры. По Старкрафту, по-первых, на рипсах были обзоры. Демок не было. Читали, зачитывались просто. Но он проехал вультуру. Да. Списки трансляции популярной игры расширить, сделать аналог. Понятно, это сделали. Так, и по количеству зрителей по умолчанию что? Нет, по количеству зрителей точно не будем делать, пока у нас плеер ставится в разных местах, и разные плееры есть. За артистичность четверка с минусом, говорит БСП. Не поведусь. Ох, БСП еще там в скайпе мне написал. Ох, какой ты все-таки. Так, несколько идей. Санька пишет с сисями на аватаре. Не думали над копительной скидкой для премиумов? Каждый бы обходился дешевле. Да, это будет, скорее всего, при донате. Там каждый следующий пролонгация будет дешевле, короче. Я сейчас смотрю стрим на втором мониторе вот так. Вот так вот. Сейчас мы посмотрим, какой у него монитор. А, ну да. Монитор не видно, но видно, что... В таком вот виде он смотрит. Окей. Нельзя ли сделать кнопку, которая автоматом так располагала окна? Ну смотри, у тебя есть запоминание позиции чата. И если ты закроешь чат и откроешь, он откроется в том же месте, в том же размере. Поэтому... Должно типа работать уже. Сделать, чтобы голосование пропадало через какое-то время. Не всем они интересны, а висят в чате. Приходится вручную закрывать. Понял. Давайте сделаем опросы. Опросы, опросы. Обычно хватает пары минут для того, чтобы опрос завершился даже быстрее. По крайней мере, уведомления убирать можно раньше. Это мы в чатике задачу поставим. Даже одной, я думаю, минуты хватит. Отлично. Вот Паша обрадуется, когда увидит на завтра полтора десятка задач. Опросы, попросим. Сделайте все-таки избранное для стримов, чтобы не видеть те стримы, которые никогда это сделаем. Сделайте, чтобы после окончания стрима появлялось 2-4 превьюхи других аналогичных идущих стримов. Там вопрос, либо сделать записи этого канала, отображать. Либо все-таки релевантные стримы отображать. Потому что действительно, после окончания трансляции, очень многие ищут что-нибудь тематическое посмотреть. Просто можно в самом плеере отображать 2-3 других стрима по, например, этой игре популярности в чате. Все. Классная идея. Давайте сразу это и в задачу. Тем более, что Апиха возвращает нужные данные сейчас. Единственное, что у нас была реализована, это тема с видео. Ой, в смысле с каналами. С видео она была реализована, а нужно с каналами. Так, так, так. Пока давайте я ключевую инфу повторю. Еще раз добрый вечер тем, кто недавно присоединился. У нас такая полурабочая трансляция. Меняемся к лучшему. Значительная часть уже прошла благополучно. Сейчас мы с вами читаем комменты, собираем фидбэк и формулируем задачи. Нет, надо явно нарисовать. Вернуться к этому макету. Там наверняка уже многое поменялось. Так, поднять историю. Поднять макет отображения видеозаписей в плеере, но вместо них отображать несколько других каналов по этой же игре. Это Витя. Задача, конечно, да. Это у нас улучшение. Ну, то есть, понятно, да. Смысл в том, что заканчивается стрим, появляется окно о подписке стандартной, а под ним идет еще, например, три превьюшки с тремя каналами по той же самой игре, которая в данный момент транслируется, чтобы можно было спокойно перейти на них. Хорошо, если человек знает о гудгейме, он может там обновить главную, селектор обновить, там зайти на страницу, посмотреть. Но, учитывая то, что большинству из тех, кто закончил смотреть стрим, возможно, не, не большинству, а части, какой-то части, неопределенные, я не знаю точные данные, возможно, интересно будет посмотреть что-то тематическое, продолжить, и он еще может не знать о сайте, то есть не знает, где искать другие стримы. Такой блок повысил бы переход пользователей после окончания одного стрима на другие. Так, это мы закрываем, это мы, да. Когда будет фикс, сворачиваю еще не полный реклам, ага, после нажатия кнопки открыть чат. Это мы только что добавляли. С другого вам боком. Дополним задачу. Михаил, когда разворачиваешь плеер на полный, а, вот, то же самое. Несколько вопросов, что там с викториной? Надо для розыгрышей, можно в формате... А, в чатике имеется в виду? Да нет, это... Это пока не столь актуально. Ну, мало кому нужно. Там и голосование, ну, хотя голосование довольно часто используется, но викторина это... Что там? Идея хорошая, но на будущее. Чат не хочется тоже перегружать. Вот мы, например, сделали этот снайперение. Выбор случайного зрителя. Рандомайзер. Надо, наверное, переименовать. Потому что многие не знают, что это такое. Длинно, конечно, но зато понятно. Что там со сроком действия премиум-ключей в описании аккаунта? Вы решили все-таки в плеере отображать. Кажется, Витя сегодня написал. Что там с позелением никого только что введенного ключа на прем? В последний релогин сайта помогал, но не всегда неудобно. А там даже какие-то фиксы были. Не то, что релогин на сайте, но и он сам без обновления страницы как-то обновлялся. То есть в чате через некоторое время. Но нужно репортить просто, и все. У большинства все хорошо. Мантича, спроси, Викторина надо. Хотелось бы увидеть ретрансацию на Кибергейм и Ютуб. Перетягивайте к себе народ. Ретрансацию на Кибергейм и Ютуб. На Ютубе не такая простая система с САПИ, потому что там нет некой фиксированной ссылки, куда можно пускать поток. По крайней мере, так было раньше. То есть там ты добавляешь трансляцию, тебе выдается уникальный стримки. И это не очень удобно, потому что и сейчас, учитывая то, что на Твиче стримки константные, не все знают, откуда его брать, не все знают, куда его вставлять и что вставлять. В общем, на Ютубе надо добавить трансляцию, получить стримки, его вставить куда-то к нам. И если что-то произойдет с трансляцией на Ютубе, она, например, стопнется или там закончится, или там... Ну, в любом случае, на следующую трансляцию тебе уже нужно с новой стримки добавлять. Это неудобно. А вот на Кибергейм можно, конечно, сделать ретрансляцию. Но, с другой стороны, с Кибергейма на нас есть, насколько мне известно. Так что не столь важно, кто куда будет стримить. Главное, что поток будет и там, и там. Можно ли добавить возможность ограничения доступа к стриму паролем? Можно. Частично это решается тема ключами. Там паре клиентов это сделали. Но, в принципе, ничего не мешает впоследствии. Но просто таких стримов, которые... Вот реально человек собирает там какую-то денежку, там продает этот самый пароль кому-то. Да, наверное, нужно просто в определенный момент сделать так, чтобы у стримера была возможность генерить самому ключи на свой канал. Пусть за какую-то плату условную. То есть, чтобы он... У пароля просто есть несколько минусов, есть несколько плюсов. Потому что переданный тобой пароль, он не очень клев в плане авторизации. Он может со временем... Он растечется по разным зрителям. Все будут использовать пароль, и все будут его знать, и вперед. Ключи в этом плане, они более практичные. То есть, каждому пользователю уникальный ключ. Плюс есть система, которая запоминает это уже дело. Она отработана, хороша. Там каждый день десятки ключей у нас новых активируются. Вот. То есть, эта система проверена. Но для решения твоих конкретных задач, получается, необходимо давать стримеру возможность генерить себе на канал именно уникальные ключи. Но, опять же, это надо будет делать тогда, когда уже... Когда спрос будет большой. Потому что ты чуть ли не первый, кто... Ну, там, револер, конечно, с платными уроками, но он-то все идеи еще пять лет назад высказал, как деньги можно зарабатывать на стримах. Мы не успеваем реализовывать. Почему-то в наушниках звука же нет. Кстати, да, я что-то надел. Хотя нет, я слышу так свой голос. А мне свой голос не надо слышать. Так комфортней. Победа, написал Сталин. Обломись. Короче, идея хорошая. Можно решить это не паролем, а ключом. Но надо дать стримеру возможность генерить эти самые ключи. Но для этого нужно продумать систему с какими-то ограничениями, систему с монетизацией, потому что все равно это будет... Ну, в общем, это на будущее. Но идея хорошая. Тормозила вся страница из-за KSS-фильтра. Пришлось включить... Да? А, ну... В блюре бывает. Это в хроме? Прикольно. Вот это я на верстальщика нашего замечательного поставлю. С этим блюром мы, конечно, намучились. Не даст соврать. Да ладно. Здесь нет. Михаил, вопрос по поводу подписки. Непонятно время начала в уведомлении, которое приходит на почту. Так мой часовой поезд отличается от московского. Но то время в письме неадекватно. Например, в письме начало обозначено 19. Угу. Синхронизация несколько ошибается. Понятно. Ну, были у нас уже задачи по часовому поясу, отображению правильного времени в блоке программы трансляции. И, видимо, нужно добавить задачу учитывать часовой пояс пользователя при указании времени в письме, которое приходит, которое уведомляет о анонсе в начале трансляции. Сложная формулировка. Учитывая часовой пояс пользователя при указании времени в письме, которое уведомляет... Ах... В Африке реки вот такой вышины. Бедные локи. Разгребет или не разгребет? Миша, придется подскажить, существует проблема. Плеер примерно раз в час топается, приходится обновлять. Что с этим можно сделать? Пробовал менять качество? Нет ли сообщения о том, что бла-бла-бла у вас на этом беда? Желательно посмотреть, что в консоли происходит. Тильду жмешь и лог смотришь. Дикий процент комиссии, а плата через телефон 12%. Это дикая комиссия? 40% дикая комиссия, как раньше. 12% это не такая дикая. Когда новый сайт? Мы вот его сейчас с вами делаем. Пожалуйста, не надевай больше на стримы к Тельник, как я не уверен, что ты хотя бы служил. Откуда пред... Я не служил. И Тельник мне нравится расцветкой. Я не совсем понимаю, почему... Ну, чьи чувства я задеваю и почему я задеваю эти самые чувства. Вообще к одежде у меня несколько другое отношение. Я надеваю то, что мне удобно. То, что есть. Футболки, как правило, не покупаю. У меня сейчас, например, футболка Касперского из Казмодемьянска, когда мы ездили в этот... Я думаю, что это какая-то индивидуальная проблема. То есть, если у тебя вызывают какие-то негативные эмоции тельняшка на человеке, который не служил, это значит, что... что... что нужно подумать. Подумать. Это всего лишь одежда. Для меня, по крайней мере, удобная и относительно симпатичная. Вот. Видимо, в разнице из-за того, что... Да, человек служил, ему... Для него это символ, который обладает определенными качествами. И если человек не обладает этими качествами, то он на эту одежду носить не должен. Это из серии, как одевать докторский халат, не будучи доктором. Что-то в этом роде. Ну, я понял. Мне, если честно, очень не нравится то, что приходится... Раз уж у нас такой... Я и так-то от социума благодаря сайту благополучно ушел. Ну... Но все равно и он тут застает тебя. Не нравятся мне предрассудки. Как одеваешься? Я начал брать более-менее нормальные вещи не потому, что они... Ну, мне лично нужны. А я не хочу, чтобы другие люди чувствовали себя неловко, глядя на там какой-то старенький свитер, например, да? Известный, серенький какой-то. Но для меня это вообще... Я не понимаю, в общем. Я не понимаю. Ладно. Короче, проехали. Это всего лишь вещи. Миша, что с плеером ГГРУ наиск? Без понятия. Не у всех это, конечно, у меня не открывается фуллскрин. Не изменяется, выключается звук и не останавливается стрим. Фенк. Плеер встраивается одинаково через iFrame, насколько я понимаю. И разницы... Ну, быть не должно. То есть... Плеер в iFrame, он... Ну, если, конечно, там что-то не подрезали как-то... Ладно. Для очищения совести скажу, что у всех остальных все хорошо. Воюйте с администрацией с КДВТВ. Разговор за жизнь, стареешь? Да, что-то... Я же читаю все комментарии, мне это надо как-то в задачу сформулировать. А я же не могу сформулировать задачу. Типа, не одевая тельник больше. Но я не готов просто. Прайм тайм или аналогу гейма будет? Нет, не будет. Будет просто попытка систематизировать входящий донат. И мотивировать пользователей этот донат производить. Потому что практика показала, что даже без... Без участия с нашей стороны система уже работает. Стримеру получают профит. Пользователи довольны. А если сделать эту систему еще более удобной, добавить некоторую систему индикации, поощрения, там, каких-то плюшек симпатичных, то будет еще лучшим. Поэтому... Будет донат в плеере. На будущее. Вспомнил про PlayStation 4. Хотелось бы увидеть возможность добавлять стрим с PS на сайт. Начинают во все проходить турниры по FIFA. Хотелось бы размещать трансляции на GG. А я не знаю, какой там софт на PS. Там, мне кажется, интеграция с Twitch. Можно стримить благополучно на Twitch. И Twitch можно добавлять на GG. А со временем, как трафика станет достаточное количество. И, конечно, на PS можно кастом РТМП. Добавляется. Я слышал краем уха, что это то ли собирались делать, то ли уже сделали. Чтобы можно было стримить на любую любую службу. Вернись, комментарий в 69, почитай полностью. Нифига себе. Пару идеи о подписках. А, нет! Меня поймали опять на этом комменте. Так, инфа видеокарточки. Дисплей, GT, версия. Это, видимо, не мне. Что с плеером было? А, вот еще, смотрите. Если вам нравится какой-то стример, и вы хотите... Это премиум стример, скорее всего. Потому что только к этому актуально предложение мое. И вы хотите какой-то смайлик, чтобы он был только у этого стримера на этом канале. Вы стримеру передавайте, он передаст нам, мы его нарисуем. Вот и все. И будут клевые, уникальные смайлы. Отключение всей пеки. В Chrome в последней версии стал лагать Goodgame. Где-то идет переполнение памяти. Поэтому чаты видео начинают тормозить. В седних вкладках, в других сайтах все норм. Лаги пропадают после обновления страницы. В момент утечки сложно отследить. Очень часто через 2-3 минуты тормозить канал у стримера начинает. Любопытно. В Chrome в последней версии утечки памяти. Блин, вот если будет какая-то более подробная информация, типа лого из Chrome в сообщении об ошибке, в каком месте. Хотя бы дислоцировать чат или это, или плеер. И что там за оверфлоуится. У меня супероригинальная идея изменения названия сайта с Goodgame на gg.com. 30 тысяч евро. Похоже на баг. Было давно, не знаю, может уже пофиксили полноэкранный режим. Что там у нас? А, да, это фиксили уже. Это блюр. Мы с ним долго боролись. На работе реализовали оплату через Payment Gates. Ошибка SSL. Все равно продолжить. Окей. Ой, какой он страшный навсегда такое. Он такой страшный. Когда речь идет. Ну, меня единственное, что настораживает, что у этого гейта просрочен сертификат SSL. Вы не боитесь, что у компании, через которую вы проводите деньги, неактуальный сертификат безопасности? Я бы насторожился. Ну, если нет сертификата, то не факт, что... Ну, HTTPS, получается, не работает. То есть, он работает, но без... Не факт, что сертификат правильный. Стало быть, не факт, что данные не смогут перехватить сравнительно простым способом у самого пользователя на машинке при вводе. Наверное, как-то так. На сайте присутствует уязвимец, позволяющий удалять любые комментарии. Могу продемонстрировать, напиши в личку за подробностями. Если не сложно, отпиши, пожалуйста, сразу же. Мне интересно. Хотя, жду подробностей. Так вот. Так-то я ему напишу. Отлично. Так, новый чистый логотип слишком плоский. Имха, естественно. Но он еще слишком светлый. И слишком... Слишком. Короче, он непривычный, как обычно. Есть опция растяжения... А, если серьезно, реагировать на такие комментарии, я просто не знаю как. Мы и так хотели его сделать в стиле флэт. Потому что сайт в стиле флэт, приложение в стиле флэт. Он был коцанным, у него были баги. Поправили. Он непривычен. Да. Но он такой, которым дизайнер его хотел сделать. И да, ты прав. Он слишком плоский. То есть он плоский. Слишком это уже субъективное. Такая проблема на главный Яндекс.Браузер. Да. Ясно. Столько, конечно, сегодня задач. С ума с этим. Ответь на один вопрос. Ты много... Как много раз ты затащишь в доте сегодня на стриме? КГ-плеер прологически лагает. День лагает. День нет. При этом с инетом проблем нет. Ну вот... Это Казахстан, да? Да. Писал о форуме с серверами трассировкой. Казахстан, кстати, по статистике у нас довольно хороший такой регион получается по количеству. Но он не в топе, но тем не менее. Хотя нет. Теренбург, Пермь, Самара. Все по России. Киев, Минск. Да, нужно. Короче, это не приоритет получается. Если проблемы с маршрутами получаются у наших серверов до вас, ну или наоборот, это одно и то же фактически, то решается это дополнительным узлом в этом регионе. Но учитывая то, что в Казахстане у нас зрителей не так много, акцент все-таки на Москву, Питер, Миллионники, Киев, Минск. Лагает, все лагает, говорит. Сделайте фильтр стримов по М и Ж. Я уже передугадываю топ активности Google Аналитики. Понятно. Да, да, да. По поводу раскрутки стримеров мы убили вывод на главку по типу выбор редакции. Это тоже будет субъективно и будет много недовольных из серии. А почему вы это выбрали? А почему вы это выбрали? Раз в неделю месяц слишком редко, на мой взгляд. Нет, выбор редакции слишком жирный, даже если в неделю бонус получается человеком. По поводу пробного периода премиума. Это можно забыть, создавать новый аккаунт и получать халяву. Я же говорил, что у нас есть определение смурфов. Мы знаем, кто что-то создавал. И в принципе можем оставлять самые разные данные у пользователя. Ну и прикинь, тебе каждые пять минут нужно прерываться в просмотре трансляции, чтобы нажимать на кнопку, даже если это там супер-мега-пупер, там все чистишь после этого несколькими кнопками через специальные плагины в нужных местах. И после этого вставляешь ключ. Я бы... Мне проще 60 рублей в месяц заплатить, чем там 10 раз этот ключ тыкать, чтобы одну трансляцию посмотреть. Лого не влазит в окошко иконки стрима. Да, да. Ну это автокад просто такой, поэтому надо его сделать более правильным по формату под стримы. Сделать растягивание изображения на стрим адекватном. Стример с квадратным разрешением, экран типа и широко в плеере полноэкранным с черными полями по краям. А не нужно растягивать изображение, это специально было сделано. Если стример делает изображение квадратное, например, в Warcraft, оно задумано таким. Если это старая игра, то ее не нужно растягивать на фуллскрин. Можно, конечно, сделать это опцией, типа как VLC, там по верхнему краю, по левому растянуть. Но мне кажется, это немножко даже не канонично немножко. Те же самые игры, которые стример 4х3 транслирует, как-то растягивать. Они теряют свое лицо. Хорошо бы ввести такую фишку при стриме игры, к примеру, про что-то эпичное. Кнопочку, которая автоматов отматывать и вырезать 5-10 минут как хайлайт. Как тебе идея? Отличное. Мы хотим стримерам дать возможность автоматическую сохраненную трансляцию нарезать, как им будет угодно. Но хорошо бы делать изначально какие-то метки во время самой трансляции, чтобы было проще его редактировать. В принципе, это в мете можно передавать. И вполне себе, давай я запишу этот момент. Это у нас идет в видео на новую задачу улучшения. Не готова. Страница. Редактирование. Видео. Идея. Дать стримеру возможность нарезать. Из целостной автозаписанной трансляции интересные куски. И сюда плюсуем идею. Возможно, во время самого стрима дать возможность ставить отметки. Маркеры, которые будут отображаться в записи для более удобного редактирования. Мы об этом говорили, с разных сторон подходили. По активности чатика хотели. Интересные моменты какие-нибудь с пальцем вверх во время просмотра у зрителей. Это как возможный вариант решения проблем. Возможно, возложить эту тему на самого стримера. Но мне все-таки больше нравится идея, когда сами зрители во время просмотра это оценивают. Но в голове нет пока четкого понимания, как это реализовать лучшим. У Авера упал стрима, он накапим, мы все за него горой, свяжись с ним по ЛЗ. Авер. Он оффлайн. Ну-ка чего, интернет турбанули, свет турбанули. Что? Что от меня? Что нужно сделать? Позвонить, узнать? У меня Авера, наверное, нет. А, нет, есть. А, нет, на английском только. Систему Android обновил не так давно. А учитывая то, что телефон, блин... Так, 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 так. Сейчас придется скроллить, извините. Извините. Обвер. Извините. 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 продолжаем не знаю предлагали или нет делать каждый месяц текстовый обзор внедренных на сайт изменений текстовые не очень нужен я текстово прикидываю вот здесь вот в трансляциях меняемся к лучшему и обо всем самом важном в рамках стримов рассказываю обер призвание алё привет тебя там проблемы с какие-то с трансляции да ну хорошо я передам зрителям тогда какие ну да это всегда так непонятно хорошо счастливо ну свет рубанули в 2 в двух домах непонятно когда включит поэтому я заметил изменение влога к сожалению этого недостаточно 2 буквы г разных шрифтов разного размера бескусится жутко я нормальный дизайнер не стал бы так делать обратите внимание пожалуйста нормальный дизайнер я приглашаю ненормального дизайнера к нам поработать у нас есть уже один нормальный дизайнер но я не уверен я думаю что двух нормальных два нормальных это лучше чем один нормальный было бы неплохо если бы список анонсов только под подпискам ну а если человек не пользуется подписками если у него только одна подписка им один анонс показывать надо просто как-то такие вот радикальные темы они не очень правильные то есть нужно всегда пытаться искать в этом плане компромисс если у человека есть подписки их нужно как-то по-особому действительно отображать возможно первыми отображать или какую-то иконку там выводить но показывать только это значит не думать о других я знаю вы можете сделать крупный турнир но не хотите почему вы такие бяки я уже объяснял несколько раз тут не указано по какой игре но могу сказать что по хардстоуна намечается довольно большой онлайновый турнир от нас верните функции что при альтаб стрим не своего понятно в разделе видео рядом с самой свежей лучше сделайте плазма и под подписки видео с каналов на которые подписан не вижу минусов ну как первый минус и лишняя вкладка каждая лишняя вкладка это минус клики на другие вкладки делая новую кнопку ты внимание других кнопок потихонечку тык 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 чем больше тем сложнее тем хуже чиди хорошим не уверен что будут пользоваться но идея хорошая как себе комент 111 что затем хотел сказать автор что как-то пропустил его майкер если тут же ключ дает и не проще ли сразу тестовый прием включается зачем просить копипастить ключ что у нас сделана система авторизации контроля по ключам то есть если сразу включать то не факт что мы сможем все вот эти вот как бы это сказать подводные камни возможные проблемы с контролем и ограничением решить вот плюс еще если тебе дают тестовый ключ то есть это как получается репетиция перед приобретением реального премиума если например ты человеку дашь сразу посмотреть премиум без а вот хорошее обоснование человеку когда дается тестовый ключ он более промотивирован разобраться в том как это работает он как бы на примере на первом понимает как система работает вот ему выделяется ключ вот он вставляет его в поле нажимает кнопочку профит следующий раз когда у него появится кнопка например приобрести ключ он уже будет знать как происходит процесс после этого то есть это в качестве репетиции перед покупкой довольно интересная идея так по поводу продвижения рандомных каналов все-таки подумайте мало кто здравому место нет 200 трансляций листать если зритель предложит пару рандомных каналов из этих вот тут нужно потихонечку я думаю решать злой кив смотри во первых все джесты которые будут в плеере появляться ограниченные именно рамками этой игры это один вариант есть еще не паханая идея с переключением одной трансляции на другой что пользователь просто вовремя остановился то есть каждый там 5 секунд меняется с канал на канал там прыгает автоматически и все такое папури эту идею и помним еще все хватит сделали бы версию сайта на английском нет монетизация главным образом у нас короче еще раз я повторю сначала мы должны все отработать всю вот эту вот замечательную систему с на на самые наверное требовательные аудитории вот английская версия казалось бы что это там делать там 200 300 тегов с описанием несколько контент переводчиков и вперед понеслась но нужно думать об эксклюзиве нужно думать о там ты же самый тех же самых серверах за рубежом если говорить о стримах о агентствах с видеорекламой у нас например еще по россии есть куда расти в плане объемов по крайней мере один еще шажок остался для того чтобы еще улучшить условия для стримеров вот поэтому мне не очень хочется заниматься пока еще не все хорошо в русской версии будет ли мобильной версии сайта нет при посмотрите на iphone сафари не отображается реклама это вопрос к приложению приложение сделаем точнее уже делаем и у агентств очень мало только у одного насколько я знаю есть реклама в мобильных потому что но вообще сфера довольно новая то есть трансляции в ртмп или хлс и туда рекламные модули в принципе сейчас объемов не так много по видеорекламе то есть если изучать рынок посмотреть кто на рынке есть то компаний не так много и контента не так много то есть а если говорить о мобильном то мы там вообще будем первопроходцами получается то есть делаем сейчас приложение при том что только у одного агентства есть какой-то маленький кусочек видеорекламы ну как так будет ли такая же ошибка приложение нет нет приложение будет все нативно через встроенные в ну короче по стандартным apple of с ким канонам если если я правильно понимаю появляется трансляция зарубежных англоязычный англоязычной была бы кстати сказал уже срочно нужны смайлик слава слава а именно зачем почему слова 99 комент пропустил ты видимо было сделано осознанно сталин потому что а нет это это комментарии интересный но нет у меня ответа на него то есть идея идею на форуме читал по реализации ничего в этом революционного нет речь идет о некой общей взвешенной системе рейтингов которые учитывают плюсы минусы пользователя то сколько его плюсовали минусовали и соответственно его вес система блин описано еще была почти год назад еще когда новый сайт вот выкатывали но до этого пока до сих пор не доходят руки поэтому кстати новость еще у нас есть на главной странице о том что мы ищем программисты обратите пожалуйста внимание требования в общем-то те же условия по финансам остались с прошлого объявления такими же почасовая оплата redmine 350 рублей в час задач хватает при желании ну и при скиле естественно вы можете работать много вот по крайней мере мы не сталкивались пока с такой ситуации что программистом переработал например и у нас не было средств для того чтобы оплатить его работа вот но вся информация есть новость если кто-то вдруг толковый программист я в любом случае если фидбэка но если кандидатов достойных не найдем я на фрилансе или на фрилансере или на хэдхантере найду программисты но я не очень хочу находить левого человека которому нужно объяснять что такое good game что такое пользователь лишь такой чатик лучше чтобы хотя бы идея и структура была человеком понятно и хоть как-то близка потому что очень здорово когда человеку не все равно чтобы он не делал можно узнать сколько всего премиум подписчиков если стример у тебя есть отображается количество премиум подписчиков за прошлый месяц было рекордное количество новых премиумов их было 1142 но это не считая тех которые права ну которые на 3 на 6 месяцев с прошлых месяцев то есть это именно новый в месяц подписчики премиумы очень здорово продаются и спасибо вам большое за то что таким вот образом поддерживать и стримеров и сайт потому что особенно в условиях когда вот январь февраль и рекламы февраль и так вообще самый неудачный получается месяц премиумы реально помогают не сбавлять обороты делать больше стримов и опять же тратится на улучшение сайт как там не надо идти учиться ради гг не понял так давайте девянос девятый там говорят не дочитал до конца опять стали я помню эту систему просто там не видел на форуме профайле текущая репутация постам комментариями положительными оценками понятно но приблизительно так и так оно и есть раскрутиться на перекрутите к донату чтобы типа типа чтобы можно было знать это место в топе я не хочу вмешиваться в систему ранжирования по чату потому что она самая беспристрастная и отражает зачастую интересы именно тех людей которые обитают на гг то есть зайти например на четвертую страницу там есть например стрим того же самого дрэгона у которого больше в два раза зрители чем данный момент у меня но в данный момент на гг интереснее смотреть не дрэгона корейского терана стрим который такой полу рабочий потому что мы же все-таки ранжируем стрима на гг и должно быть выдача должна быть релевантной когда-то пошутил что не стоит идти учиться на программисты ради гг а так нет учиться то в любом случае идти не стоит именно идти учиться нужно учиться постоянно потому что практика показала что спасибо за фичу которая под анонсами который часовой пояс это локи вообще даже не увидел что она работает потому что у меня стандартный часовой пояс почему нельзя смотреть два стрима с одного браузера снова и пи в премием качестве чтобы не было сверх нагрузки на хотя это можно сделать уже есть задача мы хотели да я же делаю еще посмотрим так добавить не готова в письме который мульти загрузки системы сбора хранения проектная документация ошибка не работает ключ ё-моё взял светонул ключ беда беда так делаем тогда с ну лям даем возможность премиуму смотреть с 2 канала одновременно тогда будет использовать два ключа подождите нет это точно продажи все не так просто михаил все не так просто нужно чекать по крайней мере айпишник чекать пользователя до что это это неправильное решение это неправильное решение да 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 я не понял проблемы с премиум товарищ говорит о том что ему хочется на двух разных мониторах смотреть два премиум потока в данный момент существует четкое ограничение на один ключ на один поток делалось это изначально для того чтобы гарантировать стабильность работы системы учитывая ограниченность канала который подходил именно к премиум серверу ну чтобы нельзя было с одного компа много много стримов смотреть сейчас мы сделали распределенную систему премиум он как бы по серверам растекся то есть он в общей балансировке находится по по разным железкам вот и казалось бы можно дать возможность одному человеку смотреть две трансляции одновременно ну что максимум два монитора больше не нужно получается но проблема заключается в том что нам нужно точно идентифицировать что человек смотрит ключ именно с одного компьютера потому что если мы эту проверку делать не будем то по одному ключу можно будет с новой пишни к с одной подсетки например смотреть с другом а это скажется на продажах то есть мы потеряем мы потратим время на реализацию этой фичи потратим ресурсы и потратим еще ресурсы в плане продаж новых кто-то да будет это обузить соответственно мне это вообще не интересно как человеку на котором задача развивать сайт вот такой вот бобер оказывается есть предложение не нам даже если будет очень просто по маку помог вообще ничуть не просто мак еще проще клонируется и ставится какой угодно мак 75 его лбу не нужно чтобы склонировать мак и на роутер себе и на компьютер себе даже встроенные фичи из современных роутеров которые делают клон тебе нужно просто знать мак адрес человека у которого есть айпишник это далеко не ультива и ультимативная тема поняли им поднимите лимит два потока на три месяца прямо 5 на год больше мотивации покупать дорогие эти ребята честнее чудо резонно весьма это сложно добрый вечер в чем вопрос вписался дэнра читаю можно целиком что ну читаем можно целиком все обои понятия во время просмотра игрового видео так а это про текстовый это старый просто смотри все очень просто текстовые будут пользоваться значительно меньше популярностью на них нужно будет тратить определенное количество времени они будут получать меньше просмотров то есть это нецелесообразно все профит это думаю что кто-то будет этим заниматься ребенок на при этом копитно не будет тратить с этим ну да тут нет у меня точных данных относительно того кто будет заниматься вот например я с братом на одном роутере не будем покупать два премиума так один хоть один и купим катан пришел короче давайте я у меня нет решения к этому вопросу простого быстрого поэтому я благополучно следующий коммент спойном я распивался перед комментарии перед этим перед стримом так чтобы голос раз раз это самое на петь не буду нужен более значимый повод например выход приложения самым активным пользователям или людям которые купили премию на большее количество времени индивидуальные смайлы это ну и не индивидуальные смайлы смайлы которые там редкие большие или только на канал когда чате установлена временная задержка для нового сообщения почему бы тем у кого есть премиум брать задержку качестве плюшки да да и можно это в качестве идеи записать нужно это качестве идеи записать так а где у нас доната донат нас в плеере в плеере нет ни в ни в этом плеере слушайте а где у нас донат я создавал задачу задним числом в гг плеере просто понятно а вообще это фичи нужно было запихнуть в документ который у нас гугл доксе сейчас секундочку я поставлю пока так чтобы не палить не спалить явки и пароли так 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 идея по объединению премиумов ага вот она все список плюшек тут накидывали те темы которые вам могут быть интересны и это как раз одна из тех тем которые может быть вам интересно хороший логотип отлично печатается на черно-белом любой кружке требую пру в годности да в нем есть безусловно плюсы вернись к комменту 69 прочти полностью аник 59 ё-моё 69 а не 59 69 не 59 а 69 не 50 расскажи пожалуйста можно транслировать не только игры так я же об этом подробно рассказал право было если защищено право правами то нет то этот стрим скорее все закроет михаил добрый вечер такой вопрос когда ведут поддержку windows phone говорили об этом сегодня в данный момент делаем приложение она готова только на одну пятую работа идет около недели потрачено где-то 40 часов рабочего времени после того как будет по крайней мере куда будет сделано приложение под apple вские девайсы стартанется приложение и под windows phone судя по инициативе ильдара и по андроиду добрый вечер реально стримить уложили людей без према да в на основу можете пускать любой поток трансляции шутеров не хватает это вопрос спроса и предложения будет будете смотреть будут показывать как насчет новинного повтору онлайн трансляции для стримера как трансляция футбольного или другого вида матча я думаю что это можно и реализовать каким-нибудь плагинчиком к оба с у будущем или вот как сплит он то есть держать в кэше минуту по крайней мере так работает дела и в эксплите через яву он держит в оперативке все то что прошло в плане стрима и дает его кусками в принципе можно реализовать но это опять же нам не нам нужно делать это нужно делать тем программам тем службам тем сервисам которые занимаются первичной обработкой ну то есть вот этот транслятор эксприты оба с там варкаст естественно flash media life энкодер никто не вспоминает адобе плевать на него на этом сайте мне трудновато знакомиться с новостями нельзя ли упростить вход на полосу новостей если такая есть они же на главной странице сразу есть rss можно попробовать ими воспользоваться а в чем именно сложность интересно какая именно сложность поводу квадратных мониторов стример например я стрельну skyrim монитором не квадратный лаунчер в игры выдает доступное разрешение а в итоге получай квадратную картинку растянуть которая невозможна в неполноэкранном режиме многие смотрят стрим в режиме именно в этом режиме потери зрителей так в skyrim идет скорее всего не такой скейл о котором ты говоришь то есть ты не можешь просто из картинки 4 на 3 сделать 16 на 9 без того чтобы все растянулось разные стороны там же при изменении разрешения у тебя меняется и угол обзора скорее всего обрезается например пара полос потому что пропорции внутри игры у тебя остаются константные а если мы будем растягивать это в плеере у тебя будет персонаж плотный такой жирный ходить то есть количество информации на экране не увеличится она будет просто растянута это неправильный подход Миша рекламу по геопризнаку мы уже сделали чтобы да можно а что можно было из томска заказать пока с рекламы нет пока нет но мы уже поставили собственную рекламную крутилку где такие настройки возможны и по таргетингу по гео в том числе ничего не надо менять все нормально где-то я видел этот комментарий я нажимаю кнопку пожалуйста на содержание стриме картинки стрима невозможно когда нажимаю кнопку пожалуйста на содержание окошко всплывает это тоже проблема связанная с с тем что под флешем находится сообщение а должно сверху почему бы не разделить стримы на м и жо потому что жо очень мало при регистрации на странице нет боксов для заполнения так задумано каким образом ты попадаешь на страницу регистрации сейчас видим по какой то старой ссылочке yeah так секундочку супа майкер спасай я знаю что ты можешь что случилось как насчет алисы ее баны может стример отменять нет юбаны может отменять модератор майкер приходит ссылка на почту а по ней привычная регистрация ссылка на почту понятно не совсем понимаю какая ссылка приходит там же короче ведь нужно ссылок и разобраться как так получается поехали так а я же не смогу зайти через мне нет привязки к каунту так мы почти все с вами дочитали слава богу это уже трансляция почти четыре часа идет так инфа видеокарточки шестой седьмой починить алису мы и постоянно дорабатываем геопризнак регистр до захват фиксить обновил флешплеер стримы с гага сервера начали периодически падать сами собой запускаться только после f5 слышал я такой беде и сегодня тоже было одно сообщение дочитали Вот смотри, есть такой вопрос за рекламу чужого стрима в чате бан дается на все чаты. А это зависит от стримера. Обычно стример, если... Ну, если стример сам банит, то только на его канал он может банить. Но если ты там проспамил по всем каналам, то тебя мог модератор забанить. Если так, то ты везде. Сложность в том, что я толком не разбираюсь в сайте, поэтому вынужден задавать такие вопросы. Понятно. Почините Алису или как зовут этого бота, банят всех и ни за что. Написал корейское имя, забанил на меня сразу. Я предполагаю, какое это имя написал. Надо правильно писать корейское имя Хён. Ну, бас. Произношение не знает, пишет всякую чушь. Что-нибудь придумали за замену звук по Варкрафту? Я не думал. Слышал, что идет движуха где-то откуда-то. Все. Михаил, как идея по поводу радио на канале стрима? Просто некоторые не смотрят трансляцию. Сделали специальное мобильное качество. Там звука 56 килобит, видео 190 килобит. Все, можно просто слушать. Замытишь что-нибудь прикольно. Я думаю, в дотку с этим поиграем. Почему личные сообщения подсвечиваются желтыми? Потому что до личных сообщений еще не добрались. Там нужно тоже внешний вид переделывать. Кстати, там же выделение жирно новых сообщений. Задачу в прошлый раз поставил, и ее еще не сделали. Это уже нужно. Дяденька Бобер, подскажите, пожалуйста, рассматриваются варианты настройки стримером бота Алисы по поводу бана? Нет. Алиса дополняется силами модераторов. То есть они видят, за что она банит, когда она банит, за что она не банит, и расширяют ее лексикон. Вот. Был ответ на 89, скорее всего, был. Фенк, у тебя, кстати, есть же прямой контакт. Ты же можешь... А, я ничего конкретного не ответил. Сказал, что только везде он работает хорошо, но из КДВТВ периодически ты жалуешься на проблему. Вот. Там он ставится через iFrame Player, поэтому, скорее всего, окружение как-то влияет. Там пека крупнее. Может быть, в этом дело. Почему сообщение, адресованное тебе, подпользователь не подсвечивается желтеньким? Подсвечивается он. Страница с описанием према нигде не указана на сайте вроде. А мы пока ее еще... Ну, мы ее сделали красивую, но она будет указана в плеере. В блоке подробнее. Или она уже там указана, не помню точно. Здесь нужно ссылочку сделать. Да, много всего интересного. Ну, мелочи чаще всего улучшения. Добавить в плеер, в окно с выбором подписки. Ссылку на страницу с описанием премиум апп. Ну, это, видите, вопрос. Страничка уже готова. Она, кажется, называется у нас премиум. Ссылочка такая прямая, симпатичная. Окей, отлично. Поехали дальше. Так, ну что? Назовите кошку Алису уже поздно. Она у нас без. Нет, там сам стример бегал по другим стримам, просил, а при этом злорадствовал. Понятно. Но, скорее всего, тогда достигло, застигло, настигло участь. Его забанили на все каналы. Все. Господи, разобрались. 160. Нет, еще 4 комментарии. Без бобра нет добра. Какой у меня прямой контакт? Ну, в скайпе. Ты же, Фенк, добавлен был. Я помню, что что-то было такое. Нет? Нет, у меня тебя нет. По крайней мере, по Фенку. Фенк, Фенк, Фенк. Или ты писал по поводу вывода. Но в любом случае, я не знаю, как помочь с темой на СК2TV, с иногда не работающими кнопками. Честно. Возможно, я ошибаюсь, но не вижу возможности оплачивать премиум со Сбербанка. Возможно. По поводу шлюза будем завтра звонить в наш банк. Когда появится возможность создавать команду на Гудгейме? Не в ближайшее время. Потому что команды со старого сайта, с огромным функционалом, не пользовались серьезной популярностью. Скорее всего, тогда, когда возникнет потребность из серии. Когда начнется крупная какая-нибудь командная лига на ГГ. Или когда попинают репортеры, что нам нужно управление более удобное, что пользователи сами в команды объединялись. Хотя как раз для репортеров добавили возможность пользователей в команду закидывать, убирать. Все, уважаемые. Я благодарю вас за такой классный фидбэк. Четыре часа непрерывного общения с самим собой и с чатиком. И десятка, наверное, три задач мы с вами конкретных поставили. Много всего обсудили. Появилось несколько интересных идей, за которые взялись... Взялись... Теперь дотка... Нет, теперь не дотка. Мне нужно посмотреть, что написали в скайпе. Ну это да... Да уж. Привет. У меня есть хвосты, я в последнее время не успеваю. И хочется поиграть, и... Я готов. Пчина. Там Лелуша что-то по ставкам хочет. Вот, залей. Я пропустил ответ на свой вопрос. Поставочки, общаться, бла-бла-бла. На стриме. Фух. Глуб, старый добрый варик. Он недавно был. Все, уважаемые. Сегодня, как и обещал, без игр. Завтра, я надеюсь, прикреплю. Хотя не факт, что ее прочтопают еще. В общем, чтобы не пропустить начало, подписывайтесь. Узнаете, когда что-то новое появится. Еще раз благодарю за фидбэк. Это вообще лучший фидбэк. Ну то есть, это лучший способ бустануть развитие сайта. То есть, вот когда тебе кажется, что все ключевые задачи за последние там 2-3 недели уже были сделаны, нет ничего лучше запилить трансляцию, меняемся к лучшему. Сразу такой-то получаешь пендель просто. С другой стороны, вы наверняка многое узнали о том, что было сделано, что планируется, что делается. В общем, надеюсь, вам тоже понравилось. Удачи и до завтра. Удачи и до завтра.